В Армении отказываются верить в то, что убийца целой семьи в Гюмри, российский военнослужащий Валерий Пермяков, страдает олигофренией. По данным российских СМИ, именно такой диагноз был поставлен солдату-срочнику еще до призыва в армию. Однако болезнь почему-то не помешала военкомату признать Пермякова годным. В Южно-Кавказской стране информацию российских агентств посчитали провокацией, цель которой признать солдата 102-й российской базы невменяемым и направить на психиатрическое лечение. В этом случае убийца избежит пожизненного заключения. Правозащитники и эксперты, опрошенные нашей телекомпанией, прогнозируют, подобное развитие событий может серьезно повлиять на армян-российские отношения. Людей с такими показателями в армии обычно суют хозяйственные какие-нибудь подразделения, чтобы они там работали либо в качестве уборщиков, строителей и так далее. То есть не было связано с выполнением чисто бойцовских каких-то функций. Поэтому попытка кого-то обвинить в олигофрении, это просто неукружая попытка оправдать, что он недееспособен, он не отвечает за свои поступки. Но чтобы его обвинить в олигофрении, это невозможная вещь. Потому что сами командиры могли бы это прочувствовать и не дать ему в руки оружие, потому что он даже не должен знать, каким пользоваться. Но так как он стрелял, то есть умел стрелять, это уже говорит, что у него высокие интеллектуальные качества, которые позволяют ему что-то делать, более сложные вот такие действия. Это проверка общественного настроения и подхода. Может быть, клюнут, может быть, люди такие наивные, что подумают, что да, в российской армии все может быть, и олигофрена могут брать в армию, и его поставить с оружием на Карл. Но это очень ошибочное направление ведения дела. Это будет дополнительно вредить российско-армянских отношениях, которые уже очень серьезно повреждены, к сожалению. Напомним, 12 января в армянском городе Гюмри произошло неслыханное по своей жестокости преступление. Младший сержант 102-й российской военной базы Валерий Пермяков расстрелял шестерых членов семьи, а шестимечного ребенка за неимением патронов заколол штык ножом. Несмотря на усилия врачей, спустя неделю мальчик скончался в больнице. Пермякова же нашли российские пограничники у самой границы с Турцией. После этого в городе вспыхнули волнения. В Армении участники акции протестов сначала попытались добраться до российской базы, а затем и до консульства России в Гюмри. В итоге были зафиксированы жесткие столкновения с полицией, в результате которых были ранены более десятка человек. В Армении требуют передать российского солдата под юрисдикцию местного суда. Редактор субтитров А.Семкин